Нифронсохраняющая операция Нифронсохраняющая операция Нифронсохраняющая операция Применяется метод оценки суммарной скорости клубочковой фильтрации С помощью различного расчетного формула Однако данный расчетный показатель Не позволяет судить о раздельной почечной функции Что является важным для оценки функции Прооперированного органа в динамике В связи с этим нами разработана методика Которая опубликована и одобрена На основании постпроцессинговой обработки Данных мультиспирально-компьютерной томографии С контрастированием, с последующим получением Математического анализа И получением суммарных и раздельных показателей почечной функции В 2017 году получим патент на данное изобретение По данному способу оценки функции почки Статья по данной методике Опубликована и одобрена В ведущем рентгенологическом журнале Европы Более подробно о данной методике Описана в диссерционной работе Проскура Александра Владимировна Здесь не будем останавливаться То, что в рамках одного исследования У нас имеется возможность получить информацию О почечной функции При меньших финансовых затратах И лучевой нагрузке Предложенный метод позволяет Выполнить волюметрию Оценку 3D-скорост кубочковой фильтрации 3D-перфузия Раздельно для каждой почки Благодаря разработанной методике Решили провести работу Целью которого явилось Оттенить динамику суммарных И раздельных почечных показателей В группе больных С односторонной опухолью почки Которым выполнялась Нефронсохраняющая операция С прижатым основной почечной артерией В дизайн исследования В группе были включены 33 пациента обеих полов Из них 14 мужчин, 19 женщин Которым по поводу Односторонного образования почек Выполнена лапароскопическая и роботоассистированная резекция На фоне пережатой основной почечной артерии Всем больным Выполнялся математический анализ Данных мультиспирально-компьютерной томографии почек С контрастированием До и спустя 3-6 месяцев после операции Целью которого явилась Оценка таких показателей Как 3D скорость кубочковой фильтрации 3D перфузия И 3D раздельный объем парихимии почки Помимо этого, конечно, исследовались кретинин, креви Суммарная скорость кубочковой фильтрации И общий объем парихимии почки Здесь показаны критерии включения Критерии невключения И критерии исключения из данного исследования По результатам проведенного исследования Значимой динамики для общих функциональных почечных показателей Такие как креатинин крови И суммарная скорость кубочковой фильтрации Не было получено Как видно на графиках Креатинин крови до и в послеоперационном периоде Как таково не изменилось А скорость кубочковой фильтрации В послеоперационном периоде Имеет незначимые изменения В отличие от большинства зарубежных работ И общемировых данных Которые говорят о том Что спустя полгода после операции Данный показатель уменьшается У нас в этом плане изменился Суммарный объем функционирующей Парихимии почки В послеоперационном периоде Имеется значимое уменьшение Этого показателя Такой показатель Как 3D скорость кубочковой фильтрации У пациентов с пораженной стороны И в стороны без поражения Такие значимые изменения Тоже не наблюдались При этом значимые изменения У нас были получены Для таких раздельных функциональных Почечных показателей Как объем функционирующей Парихимии почки Где в стороны поражения Наблюдается значимое уменьшение показателя А в сторону без поражения Значимое уменьшение этого показателя Для 3D перфузии почки В этом случае изменения Коснулись обеих сторон То есть в сторону без поражения У нас отмечается значимое уменьшение А в сторону неоперированной Или без поражения Значимое увлечение перфузии Из данного работы Пришли к выводу Что отсутствие значимой динамики Креатинина крови Суммарная скорость кубочковой фильтрации И раздельная 3D скорость кубочковой фильтрации Может свидетельствовать О достаточных резервных возможностях Данного парного органа Отмечается значимое уменьшение Общего объема функционирующей Паренхимы почек Через 3-6 месяцев После нефронсохраняющей операции Что соответствует Общим мировым данным Об отрицательной функциональной Почечной динамике В этот послеоперационный период Увлечение же перфузии Вне приоперированной почки По всей видимости Является признаком Прераспределения функциональных нагрузок Между почками И может расцениваться Как адаптационный механизм В их работе Через 3-6 месяцев После нефронсохраняющей операции Происходит при распределении Объема функционирующей Паренхимии В сторону здоровой почки Которая по всей видимости Берет на себя Функцию Прооперированной почки Огромное благодарность Всем садокладчикам Спасибо за внимание Наша работа продолжается Идет набор пациентов Спустя года И результаты Которые мы хотели бы Предоставить вам В будущем Спасибо огромное Спасибо за доклад Скажите пожалуйста А вы не анализировали Влияние на Перфузию Времени Ишемии Методики выполнения Операции Спасибо большое За вопрос Да Работа в эту сторону У нас продолжается У нас есть группа наблюдений Которая сейчас набирается Там оценивается Группа пациентов С пережатым Почечной артерии И взрывающими То есть без пережатия Также в эту работу Мы дополнены Пациенты Которые будут оцениваться Времящими То есть до 15 минут Более Работа идет Данные результаты Мы в будущем Можем предоставить У нас на этом Мы ограничивались Пациентам Наблюдения Которых проводили Только полгода За год у нас Еще данных нет Спасибо Коллеги Не появились вопросы? Пожалуйста Вопрос Алексей Владимирович Огромное спасибо За работу Прекрасную Знаете Я что-то Не совсем понял Что такое 3D Скорость Кубочковая фильтрация Я так понимаю Что раздельная Скорость Да Как-то можно Поподробнее немножко Да Спасибо за вопрос Здесь Мы Группа пациентов Которые мы наблюдаем У них После мультиспиральной Компьютерной томографии Почек Данные Берутся Из Из этого Исследования И В будущем Делается 3D-моделирование Которое успешно Уже более Несколько лет Используется Используется Как для Хирургов В целях Операции Так и Мы эту работу Используем Для функциональных Показателей И здесь В отличие от Нефросинтографии Которая в 2D формате Насколько я знаю У нас здесь Используется 3D формат И все оценки Произведены То есть В 3D формате Это 3D скорость Клубочковой Фильтрации Также 3D Общий объем Функционирующего Паренхимии Он суммарно Изложен Из 3D Раздельной Функции Почки Которая Раздельно Для каждой Почки Была Расчитана То есть Это методика 3D оценки Функции Которой Более подробно Можете ознакомиться В диссерционной Работе Про Скоро Александра Вадимировна Спасибо большое Спасибо Спасибо